Президент Казахстана Касымжумар Тукаев прибыл с рабочей поездкой в Североказахстанскую область. Глава государства осмотрел посевные площади ТОДА Индекагра и ознакомился с ходом весенней посевной кампании. Хозяйство занимается производством и реализацией зерна, масличных культур, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет почти 16 тысяч гектаров и свыше 4 тысяч гектаров пастбищных угодий. Техника дорогая, ее мы взяли в лизинг без залога. Нашему хозяйству 28 лет. Каждый год мы собираем хороший урожай в районе 25 центнеров с гектара. В этом году планируем показать такой же результат. Специалисты у нас есть. Создаем для них хорошие условия труда. Работает два молочных комплекса. Благодаря этому село развивается. Президенту сообщили о ходе весенней посевной кампании. По словам главы региона Айдарбека Сапарова, поставки минеральных удобрений на посевные площади, подбор техники, обеспечение агрария в горюче-смазочными материалами выполняются в соответствии с планом. А руководитель ТО «Глобалагар» рассказал о мерах поддержки со стороны государства. В текущем году помимо зернового клина мы реализуем проект производства картофеля в системе орошения. При помощи государственной поддержки приобрели и установили полностью орошенную систему. Дополнительно закупили полностью технику, оборудование. И в этом году уже, в принципе, произвели посадку на 45 гектаров. В перспективе будем все-таки расширяться. В проекте программы Аулы Аманаты, в принципе, где главная цель находится повышение благосостояния села, в нашем поселке на сегодня 100% все улицы асфальтированы, подключены освещения, водообеспечения. Все социальные объекты, которые находятся на территории села, отапливаются центральным отоплением. Сельщане видят и чувствуют вашу поддержку. Программа Аулы Аманаты действительно очень удачный проект, который будет иметь распространение по всей нашей стране, ну, с учетом специфики целого ряда регионов. Что касается в целом сельского хозяйства, то оно находится под неусыпным. Моим вниманием, как президента, правительство имеет соответствующее получение, поскольку это стратегическая отрасль. Президент во время встречи с сельхозпроизводителями области прокомментировал приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве. Наша североказахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией. Это наш естественный партнер. Мы постоянно ведем переговоры и в рамках Евразийского экономического союза, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами. Недавно в Москве состоялось заседание Высшего Российского экономического союза. Вы, наверное, это видели. Мы говорили о том, что прежде всего нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Касым Жумартукаев обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства. Кроме того, глава государства поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции. Президент положительно оценил труд аграриев, отметив, что фермеры приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом. Касым Жумартукаев пожелал аграриям успешного завершения посевной кампании. После президент посетил ферму «Хазалжар Суд». В прошлом году молочному комплексу выделили субсидии на 366 миллионов тенге. Из Германии зависено поголовье сементальской и галштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 сельчан. Организация помогает нам с обеспечением кормами нашего домашнего скота. Мы получаем все премии. Работа нас радует. Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Годные аккредитования через СПК – это оправдывает себя. То есть, с точки зрения финансов, проблем здесь не будет. Нужна необходимая организация. Молочное производство в стране понятно. Нужно полностью перейти на самоуеспечение по всей стране. Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, благодаря всесторонней поддержке со стороны государства, развитие животноводства в СКО получило новый импульс. Хотел бы сказать, вот, примером, провести пилотный проект финансирования животноводства через СПК. То есть, здесь аграрии, вот те желающие, кто хочет заниматься животноводством, они имеют возможность по низкой процентной ставке получить и по упрощенной системе оформления залогового обеспечения. В рамках выделенных средств 100 миллиардов тенгель, 17 миллиардов выделено на нашу область. Это позволит реализовать 17 молочно-товарных ферм. На сегодняшний день все потенциальные инициаторы проекта определены. Это будет 11 тысяч поголовья. Общая сумма инвестиций состоит в 54,9 миллиарда тенгель. Президент отметил, что в СКО имеются все возможности для увеличения объемов производства продукции животноводства. Касым Жамартукаев поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствия. Руководству области он дал поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путем ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов. Агирим Хамзина, МТРК